Вот Ну, наверное, не важно Я, наверное, взяду Это остальное, чтобы вас свет не заглушал Иначе еще не будет Можно я взяду? Пожалуйста Потому что я плохо слышу А какое ухо слышу? Вот это мое Давай сюда Давай Согласен У меня левое ухо У меня повреждение физическое Там проткнутое Значит, о цели поездки сначала Повторю, кто не знает Мы называем его миссионерской Благовестящей Миссией Большой подвижкой к этому Служат и слова патриархи Кирилла Он говорит, дали свободу Храмы открылись, народ хлынул И батюшки думали, так всегда и будет Но прошло время Сектанты, обстоятельства Расхитили храмы пустые Итак, меняйте тактику Выходите на распутье дорог Ищите И об этом говорит Андрей Кураев Это газета литературная Очень известная газета Заголовок Миссионер 21 век Он говорит, если мы это не поняли Не выйдем к молодежи Через 50 лет Будет московский халифат Но не московский патриархат Мы едем с литературой У меня 38 книг И в каждой библиотеке Оставляем Дальше идем по квартирам Раздаем приглашительные Бывает околохрам Бывает где-то Дом культуры Бывает на стадионе Собираем людей Выступаем Рассказываем о Христе Раздаем, кто пришел Мы уже новые заветы даем Это все у нас купленное То есть у нас огромная стоимость здесь Вот за одну поездку Мы на 225 тысяч отдали В прошлом году просто На миллион сто тысяч Ну, Господь благословляет И тогда, где нет храмов Направляем их к местному епископу Ну, здесь К местному там Или часовню Или хоть временами Чтобы приходил Это я говорю Как мы Теперь наш путь Если Господь благословит Надо разузнать дорогу На Курган, Челябинск На Пензе И выйти на Тулу А оттуда на Москву И тогда мы обратно Возвращаемся северным путем этим А может быть еще на Тобольск Значит, я владыку Нашего иктихи Попросил, чтобы побеседовать Вот вчера мы много Потеряли времени в Омске Мы даже не узнали Как владыку звать Владимир А? Митрополит Владимир Нам так сказали Ну, не увидели Я выношу книги Второе издание Нового Завета Симфония На житя святых Вышел секретарь Я к владыке Владыке Нет сначала доступа Потом будет Ушел И может больше часа Мы не можем Нам в степи придется нащипать Ну и забрали книги И ушли Владыки недоступные Они отгорожены от народа Там не такие Там одни люстры Там ход как что это Это князья народа Хотя Павел говорит Не господствуйте На доследие Нового Я был у владыки Владимира И очень долго не мог С ним встретиться Вот И Тогда Сейчас Там юстры все Владыка Феодосий После себя Оставил Ноль Ни церковных помещений Ни копейки Ни в одной храме Ничего Полностью И вот он С этого Начал Личных делать Нет Канцелярии Нет Пустыня Вот И я когда к нему пришел Все там ободрано Там Этими дрелями Стены бьют Тут штукатурку Это оббивают И в таких вот условиях Да И у него Приемная там И там Нет где сидеть Там стоит народ Это феодосий Оставил в пустыне А куда он это все делал Феодосий Продал Увез И почему он снял Это не мое дело А ну главное Он до этого был митрополит По чистому Это то что Я достал Вот Но дело в том что Когда Я перешел в зарубежную церковь Многие Из Московского Патриархата Сочувствовали мне Почему Потому что знали Кто такой Феодосий Если бы его не я была Ни я Ни отец Яким Никто из нас Не перешел бы в зарубежную церковь Вот Потом То есть И вот этот Народ Ждет И Мне даже не Неудобно было Что меня без очереди Туда провели Владыки Вот И мы говорили с ним Очень так По простому И Искренне И Как говорится Насыщенная была беседа И нам Часа не хватило Есть о чем поговорить Да Но выхожу Там все эти бедные люди стоят Но ведь Бедные люди Потом Двое ко мне подходят Значит Представители местной культуры Хотят ему подарить Собственной книги Стихок Там Да Вот Ну простите Ну Передайте ему Зачем Время отнимать Вы знаете И мне У меня такое было впечатление Что Ему Как будто специально Засылают Засылают туда Пустоговорящих И Совершенно отнимают время И Конечно ему Нужно было еще и завершать Дела Средизиатской Епархии Туда постоянно Отлучаются Потом Возглавлять какой-то Большой икон Всероссийский В Москве Вот И Хотя он уже престарелый Но довольно таки Деятельный человек Деятельный Так что Я думаю что По одному Эпизоду Что Он не смог встретить Составлять Составлять Мнение о человеке Совершенно неправильно И вы негодно Поступили Главное Сделав Неправильный Вывод Вот это я Ужасаюсь Ужасаюсь Ну давайте Передайте Я говорю И передаю О чем Владыка сказал Я передаю труд На который я потратил 15 лет И прошу даже не 15 минут А только благословение И никого нет приема Что сказал Владыка Под ногами у нас Это не путается Ни одного человека нету Заходят женщины Полуразветы Секретари там И священники один за другим Трое только ходят И все И ушел секретарь Около часа секретарь Я говорю Мы уходим Постали Он говорит Секретарь Около часа секретарь Но это в любое время У нас отпусти Мы не можем дальше Но где-то надо выбрать куст Под которым поставить палатку Развести огонь Приготовить Или мы уезжаем Я вот о чем говорю И при том Это не один А сто процентов владык Все так обращаются Митрополиты Допустим Где бы мы ни были Ответ один Нет Я пришел с дарами С тем Ко вы из рук не выпустите Одну симфонию На житие святых Ну хотели Восьмой том Настольной книги Священнослужителя взять Тогда был кажется Просвезден Я принес Труд на котором стоит Благословение Епископа Евхихии И Максима И прошу то ничего Только благословение И мы вышли сразу Здесь намного глупше Да Вопросы какие будут Да Это осуждение мне надоело Слушать Это осуждение Не нас спрашивают Чистой воды Да И вы учитесь Духовной жизни Духовной жизни владыка Вот как Что значит не осуждать Не осуждать Это означает Не выносить окончательное осуждение Чтобы до суда нет покаяния Только в этом А рассуждение дается нам И мы даже видите Иначе Петр осуждал Говорит не наследовать И Павел назвал их Лютые волки И так Нет конечно Вот мне задают вопрос Молодых Вы оставите память о себе По некоторым Большим параметрам Я хотел сразу сказать А потом уже вопрос И говорит Вы знаете чтобы Приезжающие епископы Не делали там Смертные поборы Я говорю знаю Называй в Тихии Никогда этого не было И мы где бы Вопрос не задавали Везде задают Когда посещают Какую-то общину Или что Архивей Результат один Я говорю я знаю Такого владыки Который Никогда этим не занимался А вопрос вот в чем Сначала личного порядка Вы сколько лет епископом были? Ну я продолжаю быть Ну да А вот так что вы С 84 года Вот И вот События конечно менялись Все это уходило Приходило Менялось Не жалеете Что стали епископом? Ну Я Не по выбору А по необходимости Ведь Тогда Был Валентин И тогда Были эти расходники Которые полностью Подмяли под себя Все Зарубежные приходы На территорию России И Нужен был Какой-то выход Ни одного епископа Не оставалось Приехал Варнавр Надел еще больше зла Чем Валентин Ну Я хотел еще спросить вопрос Который сегодня Всюду и везде Говорится Это очень большой вопрос О России Как вам видится Вот дальнейшее По сути Ну в том видении Которое вам открыто Ставят вопрос об октябре И самые большие два года Россия делится на счастье Уже карты Во всем мире Какая сейчас отходит Англия Германия и прочее Наши действия Как христиан Вот в этой ситуации Какие должны быть на первую очередь Крепить любовь Крепить любовь между братьями и сестрами Крепить любовь в семье На приходе Делать дела любви Тогда молитва Наша будет живая Потому что вера без дел Мертва есть Мертвой верой Ничего не добьешься А молитва Плюс вера Это живительная сила Которая содержит мир Если только священники Не дай Бог Пойдут в общественную деятельность Заниматься политическими событиями А кто же будет молиться Кто будет учить в молитве Потом все священные действия Должны сопровождаться проповедью Потому что у людей Нет элементарной веры в Бога Очень много суеверий В том числе и церковных суеверий Вот А вера-то простая Детская Что Кто такой Бог Творец всего Времени Пространства Материи Энергии Жизни Разума Такая простая истина А люди Вот вы ездите по деревням Да Они не знают этого Совершенно Вот И Про Матронушку знают Вот Про Бога Отца Не знают Про Бога Сына Не знают Бога Духа Святого Надуха Не знают Ну Где ж Молитета Как она родится Из чего И Поэтому Я как Представитель Поповки Вот Я Поп-консерватор Можно сказать И я Вижу что Очень много Дел внутри Церковные ограды Внутри Какое там Нам на стадион идти Если у нас здесь стадо зашло И вышло Осталось Тем же Бараним стадом Батюшка отказал Что-то там В отчитке Нашли Дедушку Деревни Нашепчет на воду Ну То есть Для того Чтобы сын перестал пить Для того Чтобы дочь перестала Накоманить А сама то Бога то не веруешь Я говорю Так вы сами то Прочитайте Евангелие Да при чем тут Евангелие У меня вот страдает Родственник Так ты прочтешь Евангелие Ты послушаешь Бога Ты будешь К нему обращаться Он будет слушать Тебя Потому что ты его А кроме него Ничего Никакой Ни психолог Ни нарколог Ни дедушка Ни бабушка Ни экзорцист Экзорцист Какой-то церковный Никто Этого не сделает Что Должна Делать Молитва Матери Вот Вот у меня много есть То что я Должен еще Сказать Написать Это И Об Экуменизме Потому что Придумали из Экуменизма Какое-то Пугало Огородное А по существу Что такое экуменизм Никто не знает Но протестуют Против него И обвиняют Там патриархи И все Уния с папой Да наши архилеи Вот вы говорите Да У них есть Особенные черты Поведения Да Как они пойдут Под папу Когда Им самим надо быть Папами Ну Ну кто же согласится Абсолютно точно Расскажи Поп папа Не только архилеи Вот А Лепечи то Вот он С папой там Постричался Вот комиссия там Переговаривает Да у нас внутри церкви Больше Больше накопилось Заблуждений Чем католической И протестантской Вместе взятых Церкви Вот А если Взять Доброе Оттуда Как Учил Василий Великий То будь как пчелка Она Из седовитых цветков Собирает Мед Целителями Вот Да Это разве Вред церкви Вот И Потом Сколько Эквинистов Совершенно Не выцерковленных Сколько Критиков Церкви Которые Ни разу Не переступали Порог церковный Вот Меня Засняли Когда я Народу объяснял Что говорю Надо идти На Выборы Потому что Готовят Бучу Нам не надо Какая-то Эта Воду Мутить Самое Как говорится Безопасное Пусть Вот так Путин и будет Все Сейчас Каждый день По новым Выставляют интернет Причем В нескольких Окошках Вот Попа агитирует За Путина И отзывы читаю Какая Антисанитария Все Одни Один и тот же крест целуют Люди Ну церковь Рядом Ворота Открытые Так загляните хоть раз Вот Слава Богу Что как говорится Вот я Такой Ну Хотя бы Это привлекло вас Заглянуть В замочную Скважину Что в церкви делается Вот А Так что Конечно Я Андрея Кураева Считаю Одного из Лидеров Как сказать Миссионистов Так же как и Батюшка Димитрий Смирнов Хотя Последний действует Очень самоуверенно И порой Допускает Неточности У меня на форуме Как раз Их материалы стоят Выступают они Точно такие же Оздовые дают Кураева недавно Спросили в интернете А кто такой Лапкин Я знаю Он не сказал Что ко мне домой приезжал И все до одной книги 38 книг у него есть Ну Он такие слова Сначала Сказал Это один из самых Известных Там Богослов Современности Сибири И самый строгий Критик Патриархии Но не указал себе Какой Патриархии Вот Вот относительно Катехизации Сегодня много Говорит и патриарх И все понимают Нет Что без этого вообще Что пришел Там Ладошки мокрые Стукнули По лбу Или похрапели Я допустим Сейчас для себя Сделал вывод Что самое Богодатное Время Момент Для Для катехизации Это похороны В любой В любой В любой В любой момент Люди приходят На беседы Покрестить Там Племянничка Батюшки Бьются 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 Как говорится Доносит В одно ухо влетело В другое Вылетело Племянника Покрестил И все Что было Что не было Даже в тюрьме Пока в тюрьме Слушают Прилежно Записывают Вопросы задают Вот Меня там Еженедельно Один раз в неделю Служба Ну там Молебен Через раз Молебен Через раз Исповедь Ну и обязательно Конечно С проповедями Вот И занятия Школы Один раз В неделю Ну вот Там Вылетят на свободу Ребята Ну Вроде бы те же Да? А у них ничего Совершенно О чем мы беседовали Там Евангелие Разбирали Вот На вопросы отвечали Абсолютно Ничего этого нет А когда Люди Видят Скоротечность Жизни На Иллюстрации Умершего брата Или сестры Вот Здесь у них уже Ушки на макушке Вот Здесь вот Приоткрытое Вот Тут вот надо Семечку бросить Вот У нас опыт Владыка Здесь У него опыт такой Что при похоронах Это самое благоприятное время А я За 50 лет Убедился Что самое неблагоприятное У людей только одно Как поскорее Позарыть Это уже на разлагающийся труп А дальше свои дела И они забыли Но у него вот такой опыт Это наш опыт Вот Я-то видишь на Большей аудитории По телевидению По интернету Ну и вот Я так убежден Что человек На первое место Должен все-таки Выдвигать Для меня как эпиграф Это слова Серафима Саровского Стижание Духа Святого Я по сей день не уверен Сказал ли он эти слова Или его им приписывают Но во всей Патристики Русской Ничего выше этих слов нету В этом все Кто Духа Христова не имеет Тот и не его Причащайся Ты ходи Исполняй Кто Духа Христова не имеет То есть все это можно делать Механически Без Духа Святого Бог приимет только Вон я считаю написано Обетовали Души Духа Святого Вон тропарь Прям перед глазами у меня Это центр всего И Господь говорит Сидите не двигайтесь Ждите обетованной Обречетесь силой И будете в ней Свидетелем до края земли Но это наш опыт У него Это его аудитория Я его опровергать Никак не могу Но то что я говорю Из опыта Я могу статистику выдать Это тоже невозможно опровергнуть У меня вот Вопрос с катехизацией Которые Ну как напомнил Слава Патриарха Некоторые теперь Вырешили объявление Так Перед крещением Должна быть катехизация В скобочках Два занятия В скобочках По часу По двадцать минут Спрашивается Человек Который Как сказал владыка Воистину Ничего ли не знает Что можно узнать За двадцать минут Так как перед крещением Человек Тискает ребенка Ему надо скорее уйти Больше ничего Как это так Ты приди спокойно Обстановки Без крика ребенка Это не катехизация Вот у нас катехизация Четыреста пятьдесят часов Академических Это новый завет И еще после того Когда люди сознательно Пришедшие Примут крещение И еще пятьдесят процентов Уйдут Уйдут в мир А что говорит Там где ничего нет Там вообще ничего нет И поэтому Насчет катехизации Вот какие ваши Рассуждения Мнения Как бы ее поставить Что в виде предложения Другим батюшкам Когда не спрашивают Я занимаюсь Своей сферой Своем кругу Свои обычаи Обычаи И традициях Вот Потому что застал Старорежимных священников Родители у меня Были глубоко верующие И Папа у меня Седьмого года Вот Дед у меня был В свое время Послушником Потом После войны Первой В мировой Вернулся В монастырь Разогнанный Стал жить В мире Семью Завел Потом Неизбежно В лагерь И из лагеря Опять В монахи А я скажу Знаете Как хорошо Все У Бога Неизбежно Если бы Пасущен был Это уже ступенька К монашеству А если ступенька К монашеству Вас бы не было И мы бы не сидели Сегодня на одном диване Ну Пути Господи Неисповедимы Ваня бы я родился Что было бы если было бы Это Называют так что Мозги только сушить Такими вопросами Что было бы если было бы Да Вот И Поэтому Я считаю Что Внутри церковной Ограды Жизнь Должна быть Гораздо Глубже Вот То есть Ко всем таинствам И обрядам Относиться нужно С подобающим Вниманием И благоговением Потому что Они очень много Дают И потом Каждое Богослужение Даже Требоисправления Вот Священникам Еще Много Много Есть Возможности Использовать В качестве Катетизации Когда человек Сам обращается К тебе То это гораздо Лучше Нежели ты Где-то там Нашел И И Начинаешь Ему Стараться Передать А он Тебе не искал Поэтому Ты ему не интересен А если Когда Даже у вас В планах Миссионерских Поедут Направить В храм В храме Должно быть Содержание Насыщенности Вот Над этим Я думаю Что нам Церковникам И нужно И поле Здесь Как Христос Что Необъятное Поле Делателей Мало Так Остается До сих пор Мне в университетах Я в разных Преподавал По радио Когда вел Три программы Вопросы иногда Повторялись Ну и люди Знали конечно Жизнь Я скажу Что Меня Бог хранил От позора Перед людьми Я ни женщин Не знал Ни пьяными Не курил Ни одного слова скверного Не сказал И поэтому люди Относились серьезно К сказанному И говорили А что бы вы сделали Если вы были патриархом А то у меня в книге помещенная Я пишу ответ В первую очередь Не приведи Спаси и сохрани Господи Такую ответственность Ну а если бы такое все таки случилось Я говорю программу Первое что я сделал бы Прекратил строительство всех храмов На время И все средства Бросить на издание Новых Заветов На закупку эфирного времени Проповедь Слово Божие Потому что Патриарх когда проехал по Востоку Сектанты все Абсолютно заполодели Вот один сектант Сотни православных стоит Они идут от дома к дому Они конкретно говорят У них что Иконы идолы И даже он не идет Ну когда с ними говоришь Их разбивать даже не стоит Они разбиты Но для людей Они знают писать Да они любят Библию Но любит он Два-три стиха Даже не видел что В храме Куда ходил Христос Были иконы От полных потолков Они понятия не имеют Ну второе что бы я сделал Открыл бы тысячи училищ Минимум в один день Притом это все Все посильнее И далее перечисляю Кого бы я поставил туда Все особенно на это Я бы поставил бы Поставил самых лучших Баптистских проповедников Которые дали бы Подписку Что нигде Никак не коснуться Ни одного догмата православия Против Привить У людей Любовь к Слову Божию Это настолько трудная задача Если авторитета нету Святой Библии Ну проще сказать так Дым Когда Кирилл и Мефодий Собирались Были уже Готовы в командировку Отправиться С Славянским Первый вопрос Письменность у них есть Говорит нету Он говорит Вилами писать по воде А там говорит Слависа писать на воде В первую очередь Дать это Дать Слову Божию Вера от слышания А какое слышание Когда на тысячу человек У нас там Карабенниковская икона Там каждый год У окрестные охоты идут На тысячу человек Населения ходит 6 человек Мы в прошлом году Прочесали В доле поперек Эти села Приехали несколько машин В каждый дом занесли Новый Завет подарили Купленный нами 450 И мы нашли Во всем этом селении Карабенников Только три Новых Завета Бабушку спрашивают Нина у нас А у вас что то есть Почитать Да у меня божественная книга есть Бабушка покажите Она вытаскивает Такой сольник Ну разные Приметы Это божественная книга А у вас что Мы говорим Новый Завет А что это такое Ну как Христос жил А я думал Это поминальник Нам что надо Отец Роман скажет Авторитета нет Ни Библии Ни Христа И поэтому А дальше я говорю Подыскал бы место Где укрыться Чтоб Крещева не убили Имя свое менять бы не стал Так там вот как сгамазили Да я не патриарх Я просто ответил В прошлом году я поставил Большое письмо патриарху И электронное И в истинном виде Как наши священники К благовестию относятся Я говорю Людям трудно поверить Мы в каждый дом Заносим Евангелие Священники изымают Евангелие Во дворе церковном Жгут и рвут Евангелие Это невообразимый Даже не грех Это уже запредельно Что-то дальше греха И что нам можно будет ждать Я говорю Вы как патриарх Вы за все абсолютно будете отвечать Кого вы руку полагаете Посмотрите Я приглашаю вас в гости Мы можем показать вам конкретный Ну труд Я 17 лет работаю в тюрьме Священник один день Пошел Один день только он был Я говорю 470 человек крестил Я 17 лет хожу Ни одного не крестил Они не готовы Ну как сейчас у вас там ходят один Я говорю Ты еще не был-то на молене Ну не всегда А сколько? Три года здесь куришь? Да, курю А дальше У него ничего нет Ну как его крестить-то? А он любого Кто хочет А им лишь бы выдраться из камеры И они все хотят Поехал священник В этот Женский лагерь В женском лагере Ну небольшой 750 748 Приняли крещение Причастились Но они ни один не меняются Ни в чем А златоуз говорит Тело мое лучше адам сам Чем тело христово Недостойно причащающимся Тут надо работать Намного выше братья уже От патриарха до низа А как? Плакать и молиться Чтобы вернулись Ко всей определенной серьезности Что за все это будем отвечать Ну вот вы Настоятель храма Что бы сделать? Ну первое что сделал бы Я бы храм закрыл Закрыл его на замок амбар Но тут не такие деньги Как сейчас Эти девки плясали в Москве Ну мне с монастырей Отовсюду звонят Что там делается Это сейчас там Щаплин требует Возмездия Двоих посадили А там разные Они взорвы против Там такая буря идет И это все утишить можно Одним рощерком пера А что именно? Храм закрыть И молиться возле храма И сердце народа всего Обратиться к храму Он осквернел А через три месяца Сказать будет освящение храма Никого не надо преследовать Народ настороже И сейчас Почему патриарх сказал Стояние там Потому что патриарха Как говорится И хвост и в грил со всех сторон На него такое ополчение Он призвал Это уже критическая обстановка А народ Я в народе Я один из представителей народа И я вижу, что Расположения к церкви нет И вообще не хотят слушать А можно повернуть? Я как бы задаю всегда вопрос Со стороны сам себя Можно Как? Народ всегда на стороне страдающих В первую очередь Господь повернет их А где в храмах Они плясали там Мочили все Все одинаково Закрыть И молиться в дождь все И народ В течении трех месяцев Обратиться И возраститься В большем количестве И закрытый храм Сразу благовестие во дворе Дальше через 2-3 недели По одному Которые покались Выходить все У меня было Я в одном храме Не в храме А при храме Занятие было Проповедовал Говорил И два священника покаялись Священники покаялись И они вышли Я не вышли перед народом Я монах один Теперь он в Дневеево служит И сказали Мы Бога не знаем Мы Священники И дальше начали исповедовать Он показывает рукой Я не видел Ну примерно вот такие Две стопы волшебных молитв Принесли до храма Республиканского масштаба Фунзи Старший говорит И только на последней неделе Старший говорит Исповедовать снова И причащать Работы Море И даже океан Ну у меня программа Программа невыполнимая И ее никто не будет выполнять То что я говорю Но я знаю конкретно Без покаяния Без труда Духа Святого Ничего не будет Я тебе вопрос это задаю Для того чтобы И нас подвигнуть к этому Вот сегодня много говорят о царе О злодействии этих Как вы лыко мыслите Почему постигла Россия Такая трагедия страшная Которая в мире не было никогда Сейчас пришла статья Комсомольская правда И там написано Если бы большевики Не победили в семнадцатом году Нас с россиян Сегодня было бы шестьсот миллионов Это выкладки неделя его Тоже подтверждают И сегодня продолжают Голосовать за коммунистов На достойном и полном уничтожении Который программу масоны ставят Какие же мы? У нас не на краю гибели Зато вот говорит Голова свесилась на краю пропасти И мы опять туда же за людоедов Поднимают руки Мало того Я скажу И священников Может быть половина за это Но тогда порядок был Сталина канонизировать надо Ну иконы его Прямо в храмы ставят Ну а на это Владе сейчас канонизировали Гитлера и иконы И все Безумие то нет предела Ну а чем Гитлер то хуже Сталина то? А что делать всегда Начать с себя Обращен ты или нет Родился или свыше Как Дух Божий действует И с этого начинать Отползать От края пропасти И начинать Работать в семье В чем Владыка сказал И все это в любви делать Очень интересная мысль была Люди разговаривают Мы хорошо с ним говорим И вдруг мы не заладили Я повышаю голос Он в ответ повышает Наконец уже видно Что мы дошли до коленей И мы кричим А кричим то рядом Что еще кричать Это означает что мы Духовно настолько отдалились Что друг друга не слышим А когда люди любят Люд друга Они иногда даже шепотом Говорят А иногда просто смотрят В глаза друг друга И целуют друг друга Вот это состояние Единения душ Оно должно быть в церкви А возможно ли это? Да возможно Сколько лет требуется? Ну по меркам Чили Для восстановления остальных 444 года Я всегда отвечаю Один год Как? А патриарх Алексей Первый сказал Отучили молиться Отучили трудиться Мы от дороги едем Возможность позволяет Вытаскиваем палатку Становимся на молитву Помолились Совершенно другое место Между нами Что-то тоже там бывает Но мой один коллектив Молитва О чем начался разговор Но молитва не просто стояние А это полное соединение с Богом И в конце Говори Господи Слушай и тратуй Как Самуил говорил Можно молиться И идти вопреки заповеди Божьих Вот он Батя Владыка помянул Кураева это Я иногда думаю То ли они нарочно Это так мутят То ли что Кураев Такой он умница Говорит Ты Ну что бы сделали Отец Диакон Если встретился бы вам Антихрист Ну я подошел бы Сказал рад познакомиться Это же А фоноветь надо Это за тысячу лет вперед Люди содрогали Сослышание об Антихристе А девки эти заскочили Ну накормил бы бенами Если можно Ущипнул бы Слышали А от чего этот выход Мы скоморочище В этом мире Мы должны До земли опустить голову свою И сказать я виновен Начинать с тебя Моя семья непорядок Только из-за меня Мои отношения плохие С Владыкой Не он виноват Я виноват Я забыл анонжировку Это где-то что-то И как Это самый конструктивный подход Гибель царя сегодня Давайте всех каяться Гибель царя Стоит ли это делать Владыка Или что-то другое В отношении царя Ну если Своих грибов нету Тогда За царя Каяться Так-то Дай Бог Сыновной царе Убийца Самому дожить Как говорится Искренное покаяние Вот Мой дед 92 года прожил И говорил Очень много у него было болезни Вот уже Согвенный При погибели Говорю Как долго Господь ждет Моего покаяния Да В гибели Я повторю вопрос В гибели царя Не только виновно А почему это произошло И такое Крушение храмов Это просто Божья воля А Это Божья воля Мы В этом данном Живем Мы конечно Должны делать Делать выводы Для себя Но Перетирать Все Вот эти События Искать Там Какие-то Новые Открытия Что Вот еще один Миллиардер Нашелся Еврей Который В этом участвовал Этого Не нужно делать Абсолютно Да и аминь И второе Не дожили мы Посмотреть Более открытым оком На это Что мы приблизились К той же грани Я всегда говорю Что нам сделает Путин Маленький человек С искореженной совестью КГБ Он делает то что ему Занаряжено И Бог не допустил бы его это делать Человек От масонов Что он может делать Но если России назначена гибель И они Разлагают сейчас войска Вводят там Разные базы НАТО Он правильно делает Меньше крови будет Я говорю Более благоприятного времени В России Как сейчас Никогда в мире не было Такую Бог дал свободу Я могу сейчас залезть на колокольню И оттуда Лишь бы Не прогнал меня И свидетельствовать Ну мешает Я пойду на бочку залезу Никому ты не нужен Я свидетельствую это У меня нет места Где бы я не пропадал Просто трудно в городе Найти просто Обувной будки На всех заводах Воинских частях Милиции КГБ И везде не просто я пропадал А за мной приезжали И скажу что Единицы везде находятся эти люди А возможно что Повторение истории Подошло к тому же Витку И сейчас будет Разложение как страны При царе Николае Как брило При Горбачеве Ельцине И сейчас Ваше мнение Какое владыка О будущем России Ну я говорил уже о том О системе Которая выстроена Которая предназначена Единственная цель Что с этой земли С этого народа Взять Материально Все Что можно Все Вот это Вся Внутри Государственная политика Если можно так назвать Вот она Заключена В этой системе Которая Настроена На это Клад Вот Конечно Хорошего Ожидать тут Ничего не приходится Но Как часто бывает Так что Чем хуже Внешнее обстоятельство Тем Бывает Больше Внимание К внутреннему Миру Человек Вот И То Что Как вы говорите Там Съёрничанием Там С сарказмом Шутками Приголодками Когда Подпирает Там уже не до этого Тогда Уже Начинается Серьёзный разговор И С самим собой И Серьёзное Обращение к Богу Вот Поэтому Совершенно Не интересуюсь Кто там Власти придёт Какая партия Потому что Это Слово Ёмкое И правильно Многопартийная Система Которая Управляет Страной У неё Нет Никакой Идеологии Вот А есть только одно С этой земли С этих людей Взять Всё Что Можно взять Ну Никакой идеологии Мы знаем Конечно Результат Что это Посоление Антихриста Комитет 300 Что они делают А этим дозволили Отбирать И всё Да Действительно Нет Но общий план Там из Ливицкого колена Он поступает Они выполняют Они Потому что Они тоже Допущены И вот сегодня Народ метётся Куда спрятаться В восток Практически потерян Около 25 миллионов Китайцев Это официальная статистика Четыре с половиной Миллиона Гектар уже продано Окончательно в России Миллиона Которая там Помуру Берега Река Это всё Острова Всё уже отдано Я говорю А почему вы решили Что земля должна опустовать И наполняться мусором И пьянью Земля принадлежит Богу И не можем распорядиться Не оценили Это богатство Господь Он же владыка Он отдаёт её другим А какой выход Ну я говорю Вы какой нашли Ну у нас некоторые уехали Нижний Новгород Приезжают А там базу НАТО строят Они развернулись в Ульяновск А там митингуют Против базы НАТО Перегрузочная база Ну они пообещали Это они дадут Два миллиарда за то Что надо перегружать А теперь посчитали Самолётов 75 В каждый самолёт Два танка Дивизия танков В течение 9 дней Может быть Что сделаете Ну а вы бы что делали Меня Меня отовсюду это спрашивают И Португалия И Италия Столько отовсюду звонков Я знаю только один путь У меня эпиграф 118-й Псалом 164-й стих Теперь Если некоторые не знают Я просто поясняю Я служил в морфлоте И там две буквы МФ Морфлот И вот в жизни у меня что было Там я всё оставил Теперь МФ И там написано Давид говорит Семикратно в день Прославляю тебя за суды правды твоей От Бога это И у меня осталась молитва и форум МФ Семь раз встать на молитву А что означает Семь раз Один раз Давыд Златоуз говорит При множестве государственных дел Находил время Почему ты не находишь Один раз разовое Это означает Божьей милости Три святые Но очень наш И сто поклонов А как сто Десять Христу Десять Божьей Матери Десять Ангелу Хранителю Яну Хрестителю Никола Чедотвория Дальше пророкам Небесным силам Мученикам С добавлением своих слов Чтобы никто не принял Начертания с веры Святителем Женом и Девом Сто На все про все Уходят семь-восемь минут Проходит время На молитву Вот в прошлом году У меня вот это работало Там один брат нанял его Ну там мама платила Я говорю Ну а одно выполнять будете Я отдам двоих С лагеря работникам Чтобы семь раз в день Они молились Он говорит Я с ними буду Вопрос нет Они часа полтора проработали Сразу уходят А у него коровник Помолились Семь-то минут На перекур больше уходят А настрой какой Понимаете Все как шевуха отходит И вот этот эпиграф Мне дает возможность Смотреть на все Как бы отстраненно Да, Россия погибает Но погибло Сирийское царство Рима-Греческое Почему бы даже думать Что Да, как Россия Там в 1613 году Да я тоже был здоров Ну когда-то же я умру И государство умирает И нужно за все Бога Благодарить Суды правды его Как бы трудно не было Как тяжело Невыносимо Я патриот Это везде пишут Какой вы патриот Вот с детьми Я нынче 40 лет В начале детского лагеря Без помощи государства Тысячи детей Ни рубля не дали Я в разных университетах Преподавал Тут в одном так и 17 лет Проректор Посчитал Почему вы не получаете Как же вы бесплатно Тут же выписал там Ну стоимость большая Они меня провели сразу По ставке профессора Да еще с какими-то накрутками Пошел получать И нам нету Я процесс выиграю На сто процентов знаю Если я из-за иномен буду Что без иномен Могу платить Я развернулся Ушел по сегодняшний день На душе радостно Если мы Вот это Молитву форума Возьмем не форум тебе А молитву Семикратно в день Вопрос снят Вот он стоит Я смотрю изображение Варфоломейка стоит Стоит И руки сложены молитвенно Перед ним стоит Неизвестный Без имени Иных Тоже молитва И куда ты не глянь Молитва начинается Молитва окончается Наш разговор этим начался Народ Вот отучили молиться Отучили трудиться Повторяю слова Алексея Первого В этом суть Люди вообще не знают молиться А о чем я буду молиться А о чем молиться Вот я иду по домам Бабушка лежит Дом зашли Баба а что ты лежишь Да не могу я У меня немощи такие Ну ты сегодня вставала На двор ходила Да ходила Ночь спала Спала Да у меня сын оставил Уехал А вот другая невестка Баба ты живая У тебя смотри Ты меня видишь Вижу Да какое же ты имеешь право лежать Да ты ночью молилась бы Молилась о патриархе Молилась о правительных Звать его Владимир Что Бог дал На мозги ты ему положил Мудрые законы издавать А сегодня землю оформить Которые у тебя под домом В Москве 264 подписи Да сколько же их там Насыплялось Как клещей На шее у быка весной Почему ты не молишься Ты знаешь Свой председатель совета Молись Да продлит Господь милость И мирное время Как многие еще найдут Молитвы нет В этом вся суть Абсолютно все В черном свете Недовольство Непрерывное брюзжание То есть это не видение Самого себя Молитва открывает зеркало И ты начинаешь смотреть Она уже незамутненная Дух Святой протирает его Люди не умеют молиться Приходящие даже в храм Я говорю Ну креститься Я подошел Я говорю Парня подошел И спросил Я говорю Ты крестишься почему? А два В армии эти Баба сказала покрестить Сейчас там убивают в армии Вешаются Это не два не три тысячи А товарищ Ну мои друзья Я тоже за одно Я говорю А кто такой Христос? А он его спрашивает А кто он? Я думаю инопланетянин какой-то Второй Который больше знает А который меньше Тот еще не ответил И это я случайно Натолкнулся Где-то в Тобольске А священник Когда узнал Что я спрашивал И брата моего Он в алтаре Так вот теперь Наверное архиерею Пожалуется на меня Меня же снимут отсюда Он пошел Совершенно в другом направлении У нас Боязнь архиерея Архиерея боязнь Синода патриарха Бойся только Бога И смотри выше Выше того Что перед тобой Перед глазами Зашел в храм Архимандрит Скажет судите Но это из таких Маленьких Кусочков стекла Мозаика составляется Я приехал на встречу Туда Женщина стоит Брючишки там Закатала В воде Священник пошел В алтарь Видимо там взять Кисточку мозаик Я сразу от двери Выднулся и к ней А вы Бога верите? А зачем он мне нужен? Да как же вы креститесь? У меня БХС проверка Которая торгует Выскочила Вы что ей говорите? Это я у нее крестное Восприемница Архимандрит Вышел Я говорю Она в Бога вообще не верит Она ответила мне Я коммунистка Мне это не надо Я говорю Вы крестите во-первых не верующую А во-вторых у нее даже цели нет никакой Кроме избегнуть наказание за воровство Гляжу он тормознул И не стал крестить А потом пошли к нему Так это я случайно Не выборочно Где я был Значит Язва прошла настолько глубоко и далеко Что начинать надо Даже То есть постелестно И сверху донезу И снизу доверху Труду нету даже никакого За горизонтом Вот посмотришь И не видно никакого конца Я говорю о категоризации Как Наикратчайший путь к людям подойти Я меняю все время тактику находить Как Делюсь опытом Именно как Это наш народ И он Бога не знает Один священник говорит Ты исповедуешь батюшка Бабушку Она предсмерть Она не может глухоисповать Но ты спроси ее Кто изображен у тебя на кресте И дальше он перечисляет какие ответы Но ни одного ответа нет такого Что это сын Божий огня Взявший на себя твой грех Ответа этого нет даже от священника Ну зачем Ну как Петр Мещеринов Данилов монастыря Игумен Он говорит Главное ребенка подтащить Опрокинуть его Развинуть ему рот Зафиксировать Чтобы он не закрыл И положить ему рот при счастье А он орет И вырастает Такой атеист Который будет потрясать основу Где мы живем Здесь спрашивают А выход где Выход в молитве В слезах В покаянии Чтобы ребенок этот Сам встал на колени Как Спиридон Этот миссионер писал В Бурятии Я был непослушный ребенок Забегает А мама на коленях Плачет Господи Я одна осталась А он меня не слушается Я с ней рядом Стал на колени И тоже плачет А если бы он ее не видел Плачущий на коленях Разве он стал тем Спиридоном Который на всю Россию На весь мир был известен И сегодня Ну весь опыт включается Именно в это Вот меня спрашивают Вот как вы проповедуете Я говорю Пять Б Пять Б Которые я монтирую В любую проповедь Независимо от того Час это будет проповедь Или две минуты Хочешь знать Первое Б Бог Дать понятие о Боге О чем Владыка сказал Бог Отец Бог Сын Бог Святой Мы сразу захватываем Шесть вселенских соборов Второе Б Библия Святая Библия Вера отслышания Ослышание от Слова Божия И Христос Сам Б Третье Благословение Мы все время подходим Сектанты намного лучше У нас ведут себя Но они не святка И они это знают Когда им доказывают Приходят Вот сейчас с одним руководителем секты Он 11 лет руководитель И по интернету переписывались И он принял полное крещение Ярославское И теперь готовится На священство Как? Через Слово Божие Они больше не примут Ни 11 книг Ни жития святых Ни каноны Я должен только через 66 книг Проложить ему дорожку Бог Библия Благословение Идите и проповедите Благовестие И все это для будущего И горе Если мы верим во Христа Для настоящего Это самые несчастные люди Мы все делаем для будущего Для будущего себя Семьи и государства Да кого делать И следом все Рязко затягивать А сеющий Поливающий Христос Сказал нуль Ничто Ничто И мы берем себе за основу 22 главы Евангелия Патфея Идите и зовите Одному голову прошибли Другого убили Они вернулись Никто не идет Господь говорит Идите по изгородям Идите по заковулкам Званые не были достойны Меня это не касается Как они меня будут поносить Я их зову Зову к Христу И дальше к храму Мы никогда не звали Никакие храмы Коварми храмов Московской патриархии Я это написал патриарху Эту программу Мы дали местному епископу Сейчас вместе Чтобы ездить и говорить Но они не пошли на это Вместе Мы больше успеем охватить Каждый говорит минут по 15 Дальше делаем Отъедем все Разбор сделаем Другого просто нету Мы даем Евангелие Говорим о Боге Приглашаем К храму Ну и путь наш Мы не можем ставить Такие трубодурные дома Где у нас сектантов Мы ехали Они там музыка С чаем поят Они ходят Жуются там какие Они сектанты Они ничего не знают Это обольщение Хитрое искусство Павел называет У нас все на строгости Говоря о Боге Я не могу упомянуть О подвиге святых Павел говорит Смиряю Порабощаю тело В еде Во сне особенно Во сне Они сокращали свой сон А какая это вера С открытым корытом Мы желаем Чтобы Господь был с нами Так надо идти Этим путем Которым святые шли Путь скорби Печали и радости Вечности Меня российский вопрос Тревожит весьма Этот Насколько мы Далеки Или близки к этому И поэтому мы Нынешний купили машину Специально Вот такой коллектив Много закупили литературу Ну и Двинулись в путь Как принимают Вопрос Везде Принимают Очень хорошо Везде Где нет священников Но Нынешний Бог Удивительно благословил Мы поехали по тем местам Где священники наши знакомы Ну Один у меня Отец Геннадий Фаст Менонит Немес Преподаватель университета Былший Сейчас он магистр богословия Патриархии У него пробыли Он собрал весь народ Это не он Он только из Португалии прилетел Другой Василий Толстенко Семь лет военный следователь КГБ Когда меня судили Меня довели Какого человека у нас погубили Ну батюшка Он собрал народ У него комната Ну вот такая может Даже по меньшей месте будет Сколько человек Двадцать шесть наверное было Двадцать шесть Там какие вопросы Он уже расположил В третьем месте приезжаю Бывший наш тоже батюшка Ну Может бы даже и слышали Петр Гутович Хороший батюшка Белова В Алтае И нынче мы Фактически Не натолкнулись Ну на священник Диакон правда там Начал нам мешать Вы что Полно погружение В Новом Завете Написано что Песком крестить надо Где ж ты в Новом Завете Песком Зарой сразу Чтоб тебе не мучиться с ним Песочные какие Не сказал Господь Что родиться от песка и духа Но от воды и духа И он людей Так научает Но поговорили Видимо Олейка прошила его Он еще только не Якон Работы море И необходимо Ну мы Какая тут группа Необходимо вот это Все это раздваить и идти Патриарх Он говорит Я посылаю монаха на север А он говорит Там кислорода не хватает Это у меня ролик Патриархом Кириллом Он говорит Какой тебе кислород Ты монах Ты уже приготовлен Умереть Иди и проповедуй Вот у нас Был Роман Сала Поляк Католиков Куда бы мы не пошли Дом инвалидов Дом какого-то презрения Дом больных Он везде уже побывал У нас священников Там Ну сколько 104 допустим Своя семинария Там идут потоком Он один И он делает Намного больше И притом так делает Что после него Пророслама Просто трудно провикнуть И он нигде не лжет И он везде общительный Вот мы на фотографиях У меня с собой фотографии Я с одной стороны у мэра Мэр меня А он стоит рядом И он еще с эксцентом говорит И вдруг Звонок с Ватикана Оставляешь все Он храм построил Едешь в Канаду Все Он уже тут покупает Учебники тут же учит У них образование Нам четыре университета Надо окончать И он не спрашивает и едет Тут прислали другого С этим я не познакомился Присылайте иудея Как там Мошенуах Это Моисей Ной Кременчетский Борода не тронутая Рыжая Сам сухощавый Такой сухопарый Легко идет на общение Можно разговаривать И все уже Церковное И все Он уже приврал к рукам А побыл всего один год У нас как будто ничего этого Мы не видим что разлагается Ну почему опыта не берем даже О тех которые Ну не Не полные наши друзья Я с ним два раза столкнулся с евреем И спрашиваю Какое ваше мнение Положительное во всех отношениях Он даже Рождество было И собрали без всех религиозных деятелей И он вышел и сказал Поздравляю всех с Рождеством Как его понимать Это умение лавировать Он не сказал с каким Рождеством Он Слава Христову Не сказал где как Ну у нас то Ну должен быть какой то подход Выступает Глава администрации Уже расторгались с епископом Бьются за училище Которое принадлежало Там не проворот А в этом здании Находится городская администрация И против городской администрации Ну понимаешь Это нереально Ему сказали Подавишься Ну взяли уже вам Отдали Сколько Двенадцать восемь там Бывшие строения Ну остановитесь на этом Вам тут делать нечего У вас своя семинария построена А эти сами строят И усадь Вот в то время ходят И выпрашивают При всем народе Зачем вы это делаете Мы не можем Мы задыхаемся без средств То есть они разворованные средства Нам Не хватает вот этого Пригляда Как люди поступают Мы почему то Как будто бы задачу поставили Всех сделать себе врагами И где не появишься Да до вас уже был Тут монах Собирает деньги По борьбе со спидом Может сам и заразил их спидом Народ делает такие выводы Он даже не знает Это монах И непрерывно Монашки каждый день По всем магазинам Ходят выпрашивать То на колокола То на ризу батюшки Ну нужно ли это Если ризу не могут батюшки справить Зачем тогда вообще это община Почему баптисты не ходят Почему яговисты не ходят А средства это то самое Говорят Хочешь иметь врагов Говорят Проси у них взаимоденег У тебя друзей никогда не будут Значит я как бы Болевую точку тронул Здесь И борьба за средства Меня спрашивают книги На какие где Вот что удивительно Бог располагает сердца Я открываю 14 тонн Президент компании Такой-то Жертвует деньги Другой Еврей Главный банкир Главный банкир Главный банкир